Я, как можно, представляю слабость или компьютер. Я, к тому же, довольно больной, поэтому я представляю его достаточно отчетливо и могу не очень ядро говорить. Но сейчас попробую сложить какие-то вещи, которые я думал. Когда Андрей предложил мне как-то поговорить об этом, у меня сразу возникла какая-то идея, что я действительно абсолютно с этим согласен, что поэзия некая, если говорить о ней некой определенном наборе структурных каких-то категорий для производства текст, некой определенной культурной практики, а как о чем-то более, ну, более странном, более туманном, то это некий способ производства определенных слабых связей между вещами, между людьми, между словами. И этим, конечно, поэзия не грелки ненадежных связей и так далее. Этим поэзия отличается от науки, политики и любых других каких-то, возможно, смежных областей человеческой жизни и деятельности. И связано это отличие с определенной мерой времени. То есть, если все эти или другие области деятельности смотрят вперед, рассчитывают на какое-то долгое время, в котором, возможно, определенные законченные или, наверное, продолжающиеся действия, то поэзия имеет дело с другим, гораздо более сжатым временем. И я думаю, что это довольно тесно связано со смертью. Я думаю, как объяснить эту связь, я сразу вспомнил выражение Дмитрия Александровича Пригова, с которой у меня довольно сложные отношения. И, тем не менее, я очень люблю фразу о том, что искусство занимается предпоследними истинами. И я подумал, логичным образом, что поэзия занимается некими предпоследними словами. Почему именно предпоследними, а не последними? Потому что последние слова означают некоторый финал, некоторое запечатание, некоторую окончательность и однозначность. А с предпоследними дело стоит сложнее, потому что это слова, которых у человека уже почти нет, слова, произнесенные перед неким финалом, перед смертью, но в то же время они уже есть, они все еще есть, они говорятся, они произносятся в некотором времени. Это смерть может быть довольно разной, как я писал уже в тексте для Андрея перед этим вечером, что это может быть как бы большая финальная смерть или как бы метафорическая маленькая смерть, то есть некий сплодок страсти. Это может быть смерть конкретного человека, или это может быть гибель государства, или культуры, или определенного языка. Но поэзия, как мне кажется, это всегда речь как бы в присутствии этой смерти. Она откладывает, длит ее, как будто бы растягивает пружину, которой давит этот конец. Я думаю, вот об этом я подумал только сегодня, что парадоксальным образом это давление пружины можно связать с главной классической категорией Тиньянова, плотность и теснота стихового ряда, через которую он объясняет поэзии и функционирование поэзии, то есть особой форме сочетания языка в давлении, в тесноте которого слова начинают по-новому взаимодействовать, образовывать связи со всем новой природой. Таково же это и давление, о котором я пытаюсь говорить. То есть это существование в некоторых отдельной экстремальной ситуации, требующее большой экономии сил. Поэтому поэтические жесты это всегда как бы слабая жест, это нечто вроде протянки руки или неких судороги. Когда я думал об этой слабости, у меня возникла немедленно еще одна логичная ассоциация, а именно слабая мессианская сила классической понятия Вальтера Венгемена, как в его текстах это мессианское политическое действие не производит переворот, а скорее некоторая эволюция и так далее, но скорее возвращает жизни некое финальное, то есть самое, по сути, то есть, получается, историческое измерение, измерение конца, измерение некого разрешения, то есть экстаза, измерение гири, измерение освобождения, некого финала. Тут я думал о поэзии, что поэзия, она делает странную вещь, она не откладывает этот конец, она не спасает никого безусловно, но она и не приближает его, не говорит, типа, я жду тебя, ясно, ясно, она плохая, конечно, так делает, она действует странным образом, и вот я сформировал в этом тексте, который я писал для Андрея, сам очень понимаю, что это значит, что она действует перпендикулярно ему, я думал, что поэзия прочерчивает через смерть определенную линию, тонкую линию сквозь нее. Я думал, что это может, собственно, значить, и подумал, что здесь для меня есть два главных, по сути, один, но немножко вытягивающиеся на два ответа. С одной стороны, это ответ о том, что поэзия социальная, что она всегда создает некие катастрофические слабые связи между людьми, основанные не на, я писал это довольно много в последнее время, не на понимании, а на некотором доверии, связи устроенные как заговор, который также может быть описан как заговор сквозь смерть, сквозь это некоторое финальное время, заговор людей, которые знают, что эти последние слова нет времени, нет смысла понимать, но их можно некоторым образом разделять. об этом довольно много пишет сландшот, довольно важный для меня текст, который называется «Неописуемое сообщество». А другой возможный ответ состоит в том, что поэзия предлагает определенного рода положения, определенного рода позы, в которых человеческое тело может существовать в этом финальном времени. Для меня здесь очень важны, как пример, стихи Гугория Дашевского, также его известны как условия в книжке «Думы Иванчая», где он говорит о том, что стихи должны стать некими не частными, не исповедальными как бы это текстами какого-то субъекта, а некими общими разделяемыми словами, моделями которых выступает в его формула вежливости. Мне кажется, что, помимо этого, стихи Гугория Дашевского, которые очень для меня важны, они всегда предлагают определенную позу, определенное положение, в котором человек, его тело может расположиться относительно другого. И эта поза, она всегда одновременно является некой финальной позой прощания и одновременно, конечно же, любовной позой. И этот интересный аспект, это расположение в этом финальном времени, расположение перед смертью, тоже для меня очень важен, но, как кажется, тоже связан с этой слабостью, о которой я говорю. И да, я думаю, что он это то, что хотел сказать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ